Уважаемые зрители, не пропускайте новые выпуски на ОМТВ. Подпишитесь, настройте оповещение обновлений, пишите свои мнения в комментариях. Ваши просмотры, лайки, репосты и комментарии неотъемлемая составляющая существования проекта. Володя, Володенька, мы же тоже умеем бегать, Володя. Предложение президента США Джозефа Байдена, российскому президенту, провести в ближайшие месяцы саммит в одной из третьих стран – сильный дипломатический ход нового хозяина Белого дома. Мы даже не знаем, состоится ли эта встреча и когда именно. На графики лидеров может повлиять не только пандемия коронавируса, но и темпы работы чиновников, которые будут готовить эту встречу. Но теперь российско-американская повестка дня будет определяться именно возможностью будущего саммита. Саммита, который нужен Путину намного больше, чем Байдену. Потому что с точки зрения российского президента подчеркнет его статус игрока мирового масштаба. И вряд ли Путин решит перевернуть игральный столик до этого саммита. Опасаться какой-то дипломатической катастрофы для Украины в случае того, если встреча состоится, я тоже не стал бы. Позиция американского президента относительно российско-украинского кризиса хорошо известна и не раз высказывалась. В том числе и во время последнего разговора президентов Байдена и Путина. Нет никаких оснований считать, что эта позиция изменится на переговорах с Путиным. Более того, у того, кто не называет фамилию Навального, нет никаких аргументов, чтобы повлиять на эту позицию Байдена. Мы считаем, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена. Они будут сопряжены с серьезными вызовами. Они потребуют от Америки отстаивать свои интересы. Реальный предмет переговоров — это вопрос о готовности или неготовности России отказаться от дальнейшей агрессии и вопрос цены, которую Россия заплатит за это продолжение. Считать, что саммит повлияет на сам кризис, было бы наивным. Путин не собирается уходить из Донбасса и уж тем более из Крыма. А у Байдена нет инструментов для того, чтобы его оттуда выкурить. Но возможности сдержать новое наступление Путина, предупредить о его последствиях у Байдена есть. Вот эти предложения и будут озвучены. Если вы откажетесь, они вас зарежут. Хотя и Путин без сомнения озвучит свои предупреждения, например, о последствиях вступления Украины в НАТО. Но это тоже не так уж важно, поскольку пока что такое вступление скорее вопрос теории, а не практики. Своим предложением Путину Байден просто дал украинцам несколько месяцев, а может быть и лет, кто знает, передышки. Дмитрий Песков также прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что единственный путь к окончанию войны – вступление Украины в НАТО. В Кремле полагают, что такое развитие лишь усугубит внутриукраинские проблемы. Теперь вопрос в том, как украинцы этим шансом воспользуются. Что будет происходить? Укрепление демократии или популистского авторитаризма? Усиление армии или трата денег на новые бессмысленные проекты ради рейтинга и самолюбования? До сих пор Украина отличалась способностью регулярно пропускать все предоставляемые ей историей или отдельными политиками исторические шансы. Вполне возможно, что и сейчас ситуация повторится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...